Приветствую, друзья! Какую самую дикую историю вы слышали за последнее время? Для меня это выступление главного ученого генетика страны, господина Кудрявцева. И вам скажут, что на самом деле это, ну что, ну да, это радиация, это загрязнение, это все мотогенные эффекты и так далее. Но тем не менее, вот мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом. Доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института общей генетики на полном серьезе говорит, что мутации в организме вызываются грехами, в том числе первородным. Если бы дальше было бы все правильно, то есть человек сохранил бы тот разум, который ему был дан от творения, то все хорошо бы было бы и сейчас. Но наш праотец впал в первородный грех. Вот если бы я услышал такие слова с церковной кафедры, то не было бы вообще никаких вопросов. Я вообще целиком и полностью за свободу совести и вероисповедания. Но для директора Института генетики это, скажем так, нетривиальный взгляд на природу человека. Хотелось бы, конечно, думать, что это исключение в современной российской научной среде. Но знаете, я что-то уже не совсем в этом уверен. Вот кто главный по науке в путинском окружении? Конечно, первый вариант ответа, который приходит в голову, это министр науки и высшего образования. Но сейчас вы без гугла и яндекса не сумеете вспомнить, кто у нас министр. Я ведь, например, тоже не вспомню. Имя Валерия Фалькова не скажет ничего 99% граждан. А вот про Михаила Кольчука многие слышали. Это действительно тот человек, который в путинском кругу отвечает за науку. Как это подтвердить? Легко. Путинская система управления работает вообще через такие специфические институты, если их можно назвать институтами. Все вообще не так, как должно быть по Конституции. Суды, например, не значат ничего. Парламент тоже не место для дискуссии. Правительство распределяет деньги. Это уже важнее. Администрация президента управляет внутренней политикой и кадрами. Это реальные полномочия. Но вот на вершине управленческой пирамиды находится Совет Безопасности. Место, где Путин с главными сановниками и дедами из КГБ определяет внешнюю политику и общий вектор развития страны. Вот кто входит в Совет Безопасности? Ну, те люди, которые получают самый высокий уровень доступа к принятию решений. Важнее только сам Путин. В Совет Безопасности по должности входит президент, премьер, главы палат парламента, главы силовых министерств и спецслужб. А еще в Совет Безопасности входит глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. Казалось бы, ну вот где там Курчатовский институт и где Совет Безопасности? На самом деле это формальное закрепление реального положения Михаила Ковальчука. В частности, в системе путинской власти. Михаил Ковальчук значительно, например, влиял на принятие решения о вторжении в Украину. И продолжает оказывать серьезное влияние на научное мировоззрение Путина. Вот давайте посмотрим, какие же взгляды у этого физика, доктора наук, члена корреспондента Академии наук и главы Курчатовского института. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите. И дальше искусственно из пробирки туда, так сказать, засаживать все, что надо. Укарачивать срок беременности геномным, генетическим редактированным подрезаете функции. Кто же занимается выведением этого самого служебного человека? Ясен пень, американцы. Им бы, лишь бы поработить Россию. Гибридная холодная предвойна. И эта предвойна сегодня идет, и мы ее не выигрываем. А это прямое порабощение. Вспомните какую-нибудь самую дебильную идею и поищите ее у Ковальчука. Вероятнее всего найдете. Что такое интернет? Это оружие. Что такое интернет? Это цифровой гулаг. Сюда эти люди все пришли сами. Я рубильник вырубил и отрезал головы этим всем людям. Революции, думаете, сами по себе происходят? Из-за коррумпированных и некомпетентных правителей? Нет. Это манипуляции Запада. Любая цветная революция, это что такое? Это и есть использование когнитивных технологий для управления массовым сознанием. Продействовать эту можно очень простым образом. Рубильник. Продолжать цитировать Ковальчука можно долго, но вы уже поняли суть. Член Президиума Совета по науке и образованию при президенте России, автор многих научных работ и лауреат премии и орденов, является простым невежественным мракобесом. Но почему обладающий антинаучным взглядом на мир человек должен заниматься именно наукой? Так устроен путинский режим. Вот давайте возьмем коллегу Ковальчука по Совету Безопасности Николая Патрушева. Бывший глава ФСБ, секретарь Совбезов, всю жизнь в спецслужбе. Наверное, самый главный силовик в стране по влиянию на Путина. Должен быть, наверное, хладнокровным, умудренным жизнью, рассудительным, возможно, циничным. Должность обязывает. Но главное, он должен быть предельно прагматичным. И вот тут возникают вопросы. Соединенные Штаты Америки прописали Россию в своих докториальных документах так же, как и Китай, врагом. И практически везде ведут именно такую работу и с той точки зрения, что мы их враг. Коллективный Запад, по мнению Патрушева, уже который век раскачивает ситуацию в России. То в обличии Наполеона, то Гитлера, то под британскими знаменами, в скобках. То, что Наполеон и Гитлер творили в Европе, а Сталин, наоборот, в СССР, это не считается. Это другое. Но Западу Николая Платоновича не одолеть. Во-первых, потому что сам Запад скоро развалится, не выдержав диктата то ли США, то ли Евросоюза. А во-вторых, по мнению секретаря Совета Безопасности, США вообще готовы превратить Европу в радиоактивную пустыню. На этот раз сам Николай Платонович спасать Америку от распада не собирается. Хватит. Хоть наша культура и основана на духовности и милосердии, но баста, два раза спасали и довольны. Тем более, мол, сами со своим БЛМ и потребительством доигрались. Возможно, я сейчас слишком язвительно говорю, но правда, уже невозможно смотреть. Главный генетик объявляет мутации первородным грехом. Главный по науке несет чушь про генетическое оружие и выведение служебного человека. А самый важный спецслужбист затирает за духовность и нравственное превосходство над Америкой. Но неудивительно, что при таком Совете Безопасности дела в армии, как выяснилось, швах. Впрочем, если судить по публичным высказываниям за армию и боевой дух, в путинской системе отвечают не самые очевидные для такой работы люди. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что это жертво смывает все грехи. Так и хочется спросить, ваше святейшество, а вы точно христианские священнослужители? Вы зачем людей-то на смерть отправляете? А вы именно что отправляете людей на смерть? Даже тех, кто совсем этого не хочет. Тех, кто еле сбежал от мобилизации на войну. Их же не страну защищать посылают, а грабить и убивать. Некоторые удивлены массовыми отъездами. Но должно ли это нас удивлять? Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично. По сравнению с речами патриарха, даже высказывания секретаря Совета Безопасности выглядят более милосердными и христианскими. Можно долго продолжать список пещерного мракобесия путинских чиновников и так называемых ученых. Но тогда ролик затянулся бы на часы. Поэтому самые выдающиеся примеры мы с командой собрали у меня в телеграм-канале. Вы можете перейти и посмотреть по ссылке в описании. Волосы, гарантирую, дубом встанут. Говоря про путинское мракобесие, становится понятно, что ютубу в России осталось жить совсем немного. Чтобы оставаться на связи, подпишитесь на мой телеграм. В случае блокировки это будет основной площадкой для общения с вами, друзья. Но вернемся к теме. В этом месте вы, наверное, хотите спросить, а к чему весь этот рассказ про мракобесов в путинской власти? Разве было бы лучше, если бы все они были умные, адекватные и подходящие для своих позиций люди? Мораль на самом деле совсем в другом. На 2024 году автократического управления эти люди как раз просто не могут быть другими. Единоличная и несменяемая власть, помимо всех прочих недостатков, просто по своей природе приводит к росту некомпетентности в управлении. Задача автократа оставаться во власти как можно дольше. Это значит, что он подбирает людей не по квалификации, а по лояльности. Ему важно, чтобы никто не составлял ему конкуренцию. А значит, амбициозных и самостоятельных кверху пирамиды просто не пустят. Дальше наступает эффект несменяемости. Не меняется ведь не только автократ, но и его окружение. Десятилетиями залогом выживания для света автократа является способность говорить то, что понравится начальнику. Если сначала это просто невинное потакание его стереотипом и заблуждением, то через 20 лет это превращается в историю о боевых комарах НАТО. Окружение автократа озвучивает ему то, что он хочет услышать, даже слегка усиливая эти сообщения. Автократ слышит подтверждение своих мыслей и еще больше убеждается в своей правоте. И в конечном итоге радикализуется. Через 20 лет такой эхо камеры мы получаем то, что получаем. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам. Ослабить и развалить Россию. О чем всегда мечтали. Раздробить наше государство. Стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Абсолютная и несменяемая власть превращает правителя в стареющего, озлобленного и живущего среди своих фантомов автократа, который начинает войну со всем миром. Это неизбежность. Поэтому России нужна только коллективная и сменяемая власть. Только система сдержек и противовесов. Только парламентская республика и настоящая федерализация государства. Никаких больше добрых царей. Никаких молодых и энергичных президентов. Счастливо вам. Давайте вынесем правильный урок из кошмара путинского правления. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ